Вот кстати, можешь если на стрим зайдешь посмотреть как танчик выглядит. Вот и запустили. Мне качество конечно по сравнению с предыдущим. Да, за стримлю DEF. Я написал DEF 1.53. То есть тут вот такие прямо вот эти вот все железячки, да? То есть вот они прямо все вот видно, вот чувствоваться прямо. Вот и запустили. Мне качество конечно по сравнению. Вот приблизительно максимум. Да, да или более. Что-то не хит. У меня сейчас никакие дерьма в парады. Что тут такие прямо? Я думал надо уже. Уже Хейсталм ушел на этот DEF. Не чувствую, да? О, я тогда тоже пойду. А, а что там делать надо? Здесь вовсе где-то есть. Ты скачай уже его? Нет. Ой, ты боже. Да-да-да, там понятно. 10 гигов. Сколько ты скачаешь? 5 минут. Ну скачивай. Там на форуме есть ссылочка. У меня 50 гигов качается 40 минут. Поэтому я так точно не знаю. А, только это. Фейспал. Что? Это же из-за камуфляжа потерто. Не-не-не. Разве нет? У тебя 50% опустят? Нет. Ну 50% это по умолчанию. Вот ты открой. Вот я сейчас камуфляж отключил. Смотри, видишь он протерт какой-то. Не-не-не, 20 секунд погоди. Чё-то не вижу я этого. Инструкцию. Кого у тебя инструкция? Скажи ему поиспалам какого-то. Скачать про. Сейчас. А на деф не засчитывается на основной сервер? Ну на основной этот стат? Не понял. Ну стат засчитывается с дефом. Вот есть ссылка на тему, да, эти кинули. Тут короче откройшь, да, у тебя там написано предварительный список изменений, да, то есть и скачать клиент. Чё нажать? На рентген и броню нажми. Броню, точнее. Ну вот. Как там она? Да броня всё так же, примерно так же и остались. Ни хера не починили, да? Нет. А рентген? Да всё то же самое также. Нет, визуально он стал клёвей. То есть вот, посмотреть вот, как раньше, да, то есть выглядело. Вот этих не было вот этих потертостей и таких, то есть не было видно, что металлическое такое. То есть это вообще очень круто выглядит. На маску пушки. Во, в камуфляже вообще прикольно. Ну непонятно, короче, может они починили. Да, и баки. Ну вот, если Никита сейчас скачает, можно будет потестить. Так же, так же тут сейчас. Не, внешний вид прикольный, мне понравился. Да, они более затёрные камуфляжи. А если ещё с примом, там ещё можно было убавить состояние камуфляжа. То есть, вот видишь, прям вот эти все, такие вот эти протёртости. Ну, прям круто. А до этого они были мыльные такие, то есть вот первый деф, когда вышел, вот эта вся плиточка, она была тоже вся такая, как из пластилина, замылена. Британцев нету, доктор псих. Британцы будут позже. Так. А, щас, щас, щас посмотри. Не, может и есть Брит, щас посмотри. Так. Есть, есть Брит. Есть? Да. Нажим на Брит? Да, 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 вот четыре Брита. Ну как, ну конечно, немножко. Марк 4, Ахиллес, Скорпион. Ну нет, нет, нажми. Щас, щас. Табуретка такая. У него битрейт щас 3000 стоит. Так. Не, кстати, можно поменять, ну попробовать убавить. Ну 2500 будет в квадратики, наверное. Так. Раз, два, три, четыре. Может сейчас будет пробный выезд на них прокатиться. Они же эти премиум, значит, идут. А вот этот, кстати, вот смотри, по сравнению с М60, то есть он такой какой-то мульноватый. То есть нет вот этих потертостей никаких. Ну может это прям вариант. Этот, щас отходил, не считается стата с PSD сервера на основной? Ммм. Ммм. Нет, все по нулям. Вот показывает. 76 миллиметров у него, вот это. Пробитие 160. А посмотрите им сколько у... 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 120. 120? Нафига себе. Абр какой у него? 3,7. Нормально. 127. До 100 метров. О, вот это прикольно выглядит. То есть тут вот уже тоже вот эти все вот потертости, наклейки прикольные такие. А сколько древ будет активней? Да, от двух ночи. Нормально. А щас у вас по московскому будет? Да, да, по москве. А сколько сейчас по москве? В смысле сколько у тебя, что часов нету? Я не в москве. Ладно, щас я найду. Ну, по 12. О, так же как у меня. 39 минут. А то мне не на полную скорость отдаётся тачку, 7 мегабайт. Понятно, что не на полную. 50 миллиметров. 89. Кстати, у него тоже будет маска такая же, как у першинга. Ну, перекрываться. То есть будет 50 плюс 80. Плюс почти 90. Будет в итоге 140 у него в башке. Ну, у этого пробития будет этого. В начале. Вот этого Firefly'а. Шермана. Так, ну, окей. Надо вот попробовать поставить за 500. Может на самом деле будет лучше. Думаю, движение будет хуже. Ну, посмотрим. Ставь за 500. Не, ну вот этот прикольно выглядит. Ну, это прям вариант, я так понял. Блин, блин. Ну, это все премиумные. Вот они, 4 штуки, они все премиумные. Сколько? 4 человека, да? Вся укладка снизу. Вся укладка снизу. Сколько у них будет? Нет, сколько? 63. Да, это страшная вещь. 150 миллиметров. Ясно, значит они бритов добавили на этот сереж. Вот это он. 150, 152. 4 штуки и все получается, да? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Не, я хочу сейчас джунгли еще посмотреть там. Может они ввели эту какилу? Ну, запусти на полигон. Как там джунгли выглядят? А, видишь, они идут этими наборами. А если я заказать нажму? Ага, их нету еще, ну. Ну да. Ой, ёкар, давай. Вдоль бортов будет шутаться только в путь. Сколько у него борта? Как тигр. У кого? Вот этой табуреточки, что ли? Ну, укладка, как у тигра. Ну, Black Prince. Опять. Прям вариант который. 95. Может экрана каких-то нет? 82 и плюс экран 95. Ну, считай. Это слишком жирно для экрана. Ну, как? Ну, вот экраны стоят. 95 миллиметров. Плюс сам борт. 82. 52. Что у нас разрушается? Берлин? Переправа через Рейн. Берлин. А это тогда разрушается? Сталинград должен, по идее. Сейчас посмотрим. Ну давай, запускай, посмотрим, чё там, разрушится чё-нибудь. Или ни хрена. Игой тайник в игре Доктор Псих. Да у него такой же вроде, я вас видел как-то. А где мы его встречали? Да где-то видел, не помню. А это первый уровень камп. Нет, это не то. Нет, какой-то другой. Никак на отличие. Так. Сначала джунгли, короче, хочу посмотреть. Так, превосходство. Так, окей. 22 секунды задержка, да. 22 секунды задержка, да. 22 секунды. там же вроде как воду хотели, ну, добавить в это сейчас, то есть, вчера, вот эта тема, о которой... Сегодня я говорила, что добавили. Ну, надо, да. Вот именно на это. У меня миникарта, миникарта поменяна. Вот, стоп, это да. Ты возьми что-нибудь быстрое. Я по эту хочу. Че у меня быстрое, ничего нет. В смысле, Т-50? Да я вам Т-34. Не-не, поменяна, поменяна. Че-то какого-то все, только нет, понятно. По водичке надо проехать. Тут еще настройки, блин, все сброшены, сброшены. Эээ, вот оно че. Они за что их ховали в область. Да. Я на одной миникарте тоже такая отображаюсь. Готки шеюля, смотрю, прикольно. Ну да, слушай, Т-34 облезла такая. Туман какой-то. Не-не, это я стреляю вроде как. И к этому не заехать, к воде. Верните, на поле боя пишут. Ну да, они застриховали все что. Ну да, они застриховали все что. Ясно. Такое место. У нас сквозь водки проезжают. Ну, как бы, сквозь водки проезжают. Ясно. Да, парень эхно жильям. Ясно. 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 поиск кстати ниже чем в 40 обычно считает по 60 до корабля еще далеко остров добавили еще какой то так они сказали что они меняли топологию карты ну да не ну там вот только один какой то остров добавлен ну хрен его знает такая дымка какая то может это раннее утро ну да шевелится прикольно ну как у них уж конечно на этом как его вот на скриншотах бы там в теме залито там как в этом чуть ли не как в кризисе то есть игрушка это кризис багалька а не фар край то есть там типа все такое в пальмах там пальмы такие красочки хрен его знает вроде повеселее не но она движется то есть вот на нее смотришь да вот стоишь стою фпс 50 начинаешь двигаться я так понимаю что по отрубает кучу народу это дело мне самому интересно что у меня там будет только скачал уже там медленно качается скачал где-то 35 процентов а ты попробуй через сторону скачать а где кнопка ну вот игра я не знаю настройки я понял что использовать обмен трекерами у меня стоит у тебя надо поставить или нет реново знает как они там активно организовали посмотрим ну такое кстати вот визуально что то я не понял то есть ну какого то улучшения вот вдали вот эти все пальмы они все ребят прям да да ребят очень сильно вблизи когда к ней подъезжаешь то есть ну вроде ничего так ну так посмотришь ну и попросили уменьшить тряпы по моему еще более вырвеглазно не вот вблизи нормально смотрятся они а вот вдалеке то есть жезь короче посмотрим что разрешение зависит капец 5 метров стало скачать его в секунду так ну да не хрен тут делать короче не особо тут интересно это через кей написан не через си я писал доктор по-английски там через нижний спешмар и не не у него доктор не си а кей стоит а я через си я писал добавлено новая награда лендотехники в боевых профилях чё за награда да ну чё надо посмотреть так теперь вправо через рейн так одень а у кстати вечер можно поставить или утни вечер покрасивее на 4.7 и на 5.0 а зачем тебе надо что то хочется я просто пытаюсь вспомнить знакомые не крыли там была разрушаемость кстати и в прошлый деф когда заходили но там не все было в центре я точно знаю что там вот где . находится а прикольно кстати сейчас графон лучше чем вот предыдущий или этот может то что вечера надо вот эту стену побахнуть не у меня вообще графонии тут четко снизили вероятность взрыва боевых укладок для раздельных гинзов не вот графика вообще шикарно ну как пояса у тебя сейчас шестьдесят шестьдесят два нормально шестьдесят пять так куда тут ехать то хоть не вот на этой карте нормально вот фпс вот все то есть собор там далеке стоит приятно выглядит собор вообще офигительно ну я в бинокль на него позырь в бинокле хреново он в бинокле он хреново смотрится такой он так если тебе понравится смотрит на стрим в твоем стриме да 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 я включаю и смотрю макиньи нет вот не вот эти вот не разрушаются мы как-то смотрели там они такие цветом отличаются которые можно разрушить которые нет инвидия стримишь пробуя тебя обоиска на стриме там если кто пишет ты читай можешь отвечать вот это не раз разрушится нифига да нет особо никто не пишет но увеличилось на 600 процентов количество зрителей с одного до шести не здорово лагер ханта у него видюха шестьсот шестьдесят по моему ти да нет обычно шестьсот шестьдесят просто да вот это вот должно рушиться то есть там говорили что некоторые стенки там прямо до трех попаданий могут удерживать прикольно но снатолий бэбэх и шмальнули нет ну вот рушится то есть шмальнули и нормально постепенно ну у нас двадцать секунд задержку мы не увидим сейчас уедешь и вот эта карта по по этому вообще по наполнению получше да чем рейхстаг так иди нифига на здорово dear hunter 28 рейхстаг кстати тоже берлин тоже немножко поменяли те хотят зайти как у тебя комната называется а ну да падает стенка эээ я не знаю как называется переправа через рейн пароль две единицы по нику можно посмотреть то есть ник находите переправа через рейн рейн фейспагм две единицы пароль вы захватываете зону си ну да забавно артели а у пт нету у тебя тоже шестьсот шестьдесят и а я вот на джунглях фпс у меня просто то есть если обычно как бы шестьдесят стабильно то он не снять синхронизацию это не выше 60 не но опять же это при еще там в прошлый раз не 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 а не дружит вар тандер но он сказал а вот эти вот эти штуки падают кмдшникам и они сказали что они не хотят время тратить ответил ответил будто пипец все источники захватили не все в общем какие-то здания разрушаются какой-то ангелочек тут даже поставлен да их сбивать можно он же не один ну кошмар не ангелочки я ж только что сбил 20 секунд не забывай еще одного так выгоди мероприятия а заканчивать точки захвата еще ну да так карта выгодной наполненной не карта графика вообще фигеть прикольно оп и отъехал ангелочек тут еще может видишь то что вечерний стоит тут закат солнца то есть такой еще сам по себе мягкий свет дает ты думаешь раздавить владимир я раздавил ну убег зачем банк нищий бедняга так он мне что-то силу могу кстати засраниться козянку пожалпил так почему не ремонт не идет а вот прикольно читание пошел что-то типа удерживать кнопку написано надо держать она если я потом не хочу ремонтироваться я ее пускаю я на этот каким у тебя слышь спамеры там на стрим пришел забанят джи бог пех 1 бан юзер все забанят не того забанил а кого я забанил писал в теме что на пункте все хорошо нормально чувака на хмд все плохо на ультра гол там наверно перезапускать надо будет зелененький который пишет вот он спамер спамбот где мы этим который не джи бог пех 1 ну я вот его и забанил да а почему джи бог как один бан юзер вот забанил о так просят на ультра лоу запустить посмотреть на ту мальчик на ультра лоу надо перезапускать клиент сейфилд здорово сейфилд а на ультра лоу потом попозже сейчас посмотрим сначала чтобы еще хочу берлина сталинград посмотреть потом можно перезапустить и другие настройки сейфилд не на карте будет вообще прикольно тут воевать сейфилд 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 вот эти прикольно показалось время жизни сразу до двух часов будет открыто какое время жизни когда миссию заканчиваешь то есть ну выходишь тебе внизу пишет этот катер понятно а сколько сколько очков ты там заработал а вот и все в таком духе задел будет открыт до двух часов ночи по москве да так 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 надо самолетов включить да забираются эти штучки ну прикольно то есть там как бы может они и не нужны но все равно интересно чем дальше качает тем медленнее значит короче что что большинство людей еще не докачано до конца только иначе ну не все же сразу же начинали скачивать не сталинград вообще гигантская карта я на леопарде катаюсь по ней тут в прошлом дэве ну вот возьми леопарда я хочу разрушаемость посмотреть да пусть она тоже будет разрушаться леопарда не будет разрушаться но орудие 105 миллиметр даже с маусом мне кажется не будет от больших калибров ну а есть в стуле есть и этот бега офигуина снег у 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 Слышит? 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 Да, да, слышит. Конечно, да. Тоже, грубо говоря, непонятно вот эти все разрушения. А вот крыша, вот я точно знаю, что они даже из пулемётика по ним стреляют, и крыша его пац. Вот эти, мне кажется, нефигно. Больно большое это здание. Решётки вот эти тоже должны разрываться. Ты в опору стрельнил, а попробуй между окнами. Что? Попробуй не в опору стрельнил, а между окнами. Вот это, короче, всё равно. Не, вот эти вот решётки, они собьются, то есть они сбиваются. Они даже из пулемёта сбиваются. А вагоны разрушаются, должны разрушаться. Да, да, но вагоны тоже так шкодно разрушаются. Я сейчас вот посмотрю, и возьму Леопардо, и вот эти можно вагончики всё подгибать. Здесь вот я, кстати, не видел, что бы у них не везде разрушаются. Здесь же разрушаемость, вроде как включена вагона. Ну, они не раньше разрушались. Они разрушались паршиво. Но они разрушаются на пепельной реке. Но они так спадываются, как коробочки. Здесь также примерно разлетаются, как эти. Ну, как будто они картонные. Что-то здесь ничего не рушится. Я думаю. Ну, вот эти там уж, наверное, должны рушиться. Да, там КФМ-10347. Что-то техника уничтожена. Прикольно. Смотрите, да? Тут, короче, помнишь, Тим, на Нормандии? Доты уничтожаешь, и он пишет, Димми уничтожен или Пугогода вот эти. Да. Вот здесь, короче, стреляешь в стену, и тебе пишет, Димми уничтожен. Читаем дальномер, кстати. Да, мне это чуть взяло. Кстати, вот это, ну, это бак, скорее всего, еще не уничтожен. То есть это, получается, его... Техника уничтожена, да. А, нет, он как бот не засчитался. Ботов так можно было фармить, да? Да. Вот эти трубы разрушаются, это точно знаю. Трубопровод этот. Бум. Вот вагон это как... Опа. Ну, тут из-за фугаса не видно, вот если ты постреляешь из маленькой пушки. А не этот... Как картонка разваливаться. Хороший гад, здесь не разрушаться, надо взять леопарда. не, не, нет, да, двух часов открыт. Да, с 23 до 2.00. А зачем Аркадий дальнолюк? Опа, а это что за фигня? Он там есть и так на всех танках. Ну вот именно. А, до полутора километров. Ну хорошо, что ограничили. Ты сказал, что по три километра. А дальномер, кстати, его надо еще прокачивать. То есть он вот на той же Пантере 2.00. Он там добавлен модуль. То есть, чтобы его... Прокачать просто. Да, да, чтобы он отработал. Да, да, чтобы он отработал. Мне кажется, что прокачивать этот вот. Опять будут. Нормально. Да, 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 да. Короче, докачалось до конца почти 80%. А это ты сколько скачаешь? Ты, наверное, не полный клиент даже поставил. Полный, полный. В смысле, сколько скачалось у тебя? 4 гига или сколько? 50%. Нет, 8 гига где-то скачалось. Да, 8. И сейчас, короче, пошло мель. О, что-то вообще не разрывается. Странно. Забавно. Порошие дэвы рушились. Давай попробуй. А, во. Оп. Ну, это фигня. То есть, как-то хреново смотрится, как он так упадает. А, и тут еще, да, вот прикольно. Вот это вот. Как в этой бы. На Восточной Европе. В начале миссии бомбы сбрасывали в реку. Так же примерно тут. Ну, Леопард не такой, кстати, красивый. Не так красиво выглядит, как М60-ый вот при новом рендере. Ну, у него. У него. Паш, просто. У него нету такой вот потертости нету, да, вот у них. Сплошной у него, да? Да, да, да. То есть, вот такой бы потертости бы вообще прикольно было. Ну, получше разрушается, чем сейчас мы были в клиенте. Вагон. Там-то вообще складывается, как книжка. Ну, вот здесь тоже так они. Как-то через раз. Что за фига не? Тут так же они, как будто у тебя картон, ну, картон на ОКГД-карт. А как сейчас АСы будут открываться? Ты можешь их за серебро открыть. А почему? Ну, тебе надо будет сначала выкачать там, например, вот на Сушке, на 152-ой, чтобы открыть АСов, ну, за бесплатно, да, то есть не за золото. Тебе нужно на ней, как бы, исследовать 390 тысяч опыта. Это много. О, я вреду. Она в 10-ом, например, ну, вы поделили на Леопард. Не знаю. Надо посмотреть просто. Кто-то говорил 990. Точно. Сейчас посмотрим. Ну, ясен, хрен, открывать его 380. Ну, это нереально цифры хотели. Может, они еще какие-то такие? Не, ну, карта гигантская. Ну, когда катись в другой конец. Я вот уже почти приехал на точку А. А, вот эти вот. Сейчас покажу. Крышу вот эти. Писать на Маусе ехать. Не, ну, на Маусе, кстати, тут не было, можем побоевать. Не-не-не, ехать. Крышу, да, так. А, ну, ехать, да, тут можно. О, крыша, хопа. Хех. Вся крыша. Ну, вот, в принципе, это вот конец карты уже не было. Воду вот еще можно посмотреть, как тут вода выглядит. Не, ну, вот этот, который вот сейчас, вот, после первого, конечно, тут вообще день с ночи. Ну, первого чего? После первого дева. Ага. Первый дев такой, как будто вот все плюс массово. Сейчас модельки нормальные. Единственное, модельки отличаются в ангаре и на карте. Ну, да, странно. Там такие они более зеленые. Ну, так не сказать, что она прям огромная. Примерно как хренирский рез. Ну, да. Ну, только тут-то ты ее всю задействована у тебя. То есть тут можно в РБ, прикинь, без маркиров. Ты вот сюда уедешь, куда у него враг. Тебя хрен найдешь. Ну, да. И затусить. Да, то есть вот, ну вот, а, ну вот это рез. Понятно. Теперь будут надземные космонавты. Да. Еще бы можно было тут вот прятаться вот в эти вот куда мы там. Ну-ка сюда можно заехать, интересно? Вот полгега осталось накачать. Нет, нельзя, похоже. Надо будет в РБ попробовать продолжать. Так, ну да, нехрен, надо делать больше. Так, надо еще в Берлин, да, посмотреть? Разрушаемый, что ли, Томишер? Ну да. Там кирпичиков каких-то добавили. Так, что там? Эксперты у Т-10, да? Надо посмотреть. Ас. А, а, ас. Я, да. Ну если там опыта, это, конечно, мало. А, да. А это что за фигня? А, тут еще, тут еще, короче, надо, чтобы уровень экипажа был равен восьмидесяти, чтобы можно было купить. Непонятно. А на ИСа-4 А, вот! Не-не-не, так... 800 тысяч надо на ИСа-4 Охренеть! Ну это нормально В смысле того, что это много, это хорошо только Толку от того, что мы... А, на Т10 тоже 800 тысяч Ай, капец Не, ну это... Не, ну тут можешь, смотри, тут нефиг Тут, нет, тут смотри Ты, например, 400 открыл, да, то есть у тебя первая стоимость Ты можешь уже за тысячу купить То есть если ты открыл 600, да, тысяч уже То есть ты можешь купить за 500 аргов Если ты набрал все 800, то есть ты можешь его получить бесплатно Ну, интересно, если вы считаете... Не, а что, 800 тысяч, еще ты много, что ли? То есть сколько у тебя свободного опыта там? Смотри, тебя просят проверить Добавлена награда арендотехники в боевых трофеях Что это такое? Это вот эти... Магазин предметов, я так понял Я запомнил, что я просил... Замечайно... Пари... Пари... А, вот боевые трофеи А, не, а как его проверить? Зайди, например, в модификации Дублеры есть, а может аренда техники еще есть? Нет, это достижение Похоже А, боевой трофей, ну да Кинь я приглашу сейчас через минуту Тебя еще там найти, Наталья... А где надо смотреть? Смотреть аренду техники Модификации попробую открыть Там, где дублеры Может быть там же аренда техники Фейсфолма кинь мне приглас, пожалуйста Сейчас Так, а ты напиши ник, потому что тебя у меня нету здесь В этих друзей Да Мне все наборы стерли Седано Да-да-да Это нормально Напиши в этот ТС-киниф И эти Так, не, в модификациях нету ничего Есть дублер, только талисмана Ничего нету В смысле? Ты неправильно что-то написал Я тебя не могу найти Правильно я все написал Давай я тебя найду У тебя просто фейсфолм? Ну да, через вид только Напиши ты Попробуй фейсфолм Тим, напиши ему А, понял Поиск не дал результата Да А может мне как тут? Давай еще напишу Там есть такой чат Тут какой-то чат Немножко нормой Создай чат Ну создай Попробуй навести На технике Которой у тебя нет Есть там аренда Посмотри Что там Создал чат Ну у тебя нету тут Я не вижу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Поищи чат такой Посмотри Нету Я не знаю Нету таких чатов У меня есть У меня есть Хорошо, есть чат Виктор ЮА Есть Заходи туда А, во, я тебя нашел Вот Так, присоединиться к чату Так Добавить друзья Так Окей Добавить Так Все Добавить Все Так Че ты этим говоришь? Че надо сделать? Зайти куда? Да Растижение Экономик Да Так Так Че ты меня кинешь Приглас Правильно Это Может быть Может быть Поедем То же самое На карту Только с РБ Короче Этой хренью А хоть самолет смогу взять А то и в Аркадий Можешь взять его Могу? Да 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 Ща 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 Погоди Там че-то просят Посмотреть Так Добавить Новая функция Аренды техники Не функция Там написано было Трофе или как-то так Нет Там да Там есть такая У них написано Но я не знаю Как ее проверить Добавлена новая награда Аренды техники Боевых трофеев А награда А где она Как ее посмотреть Как ее посмотреть Скорее всего Тебе награду дают Это вот когда тебе выпадает Мне кажется Да Выпадает Это когда тебе выпадает Тебе дают в аренду Там какую-то технику Можешь покатать Которую у тебя нет Да Это как вот бывает Модификация Тебе выпадает То есть в подарок Или там талисман То есть вот это такая же наверное То есть ее никак не посмотреть Так А я что хотел в Берлин посмотреть У тебя новый спамер Спамбот В чате Забанить Второго Что-то ты десятый выделил А давай я тебе один дам эту Так А какой 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 никто не Не к теду Ну давай Не к теду один да Да Так Забанить Оль забанить А как тебя добавить туда Не знаю Так значки медленный чат Ну я тоже не знаю Особо не в курсе Ну я тоже не знаю Особо не в курсе Наверное где-то надо Что-то сделать Дальномер 32 тысячи налево стоит Короче ладно Сейчас потом посмотрим Не важно Потом разберемся Сейчас не до чат Дальномер налево стоит всего лишь Да 32 тысячи Ты водишь да? Опыта Это понты вообще Нет Там дальномер Кстати вот Ну вот давай Так вот сейчас откроем 32 тысячи налево Блин на меня никак не посмотреть Нет Это понятно А 32 Да Нет А были Вот если бы прокачать Леопарда Вот если бы он был У тебя бы прокачан У него бы Движок Трансмиссия Были по 40 тысяч И Арта Вот это все тоже было по 40 тысяч То есть ему Добавили да Дальномер И убавили вот эти вот Плохо Все мы вкачивали как лохи Ну да А нафиг он тебе дальномер Он вообще действует Вот хреново Зачем? Что значит зачем? На леопарде На леопарде Ты можешь дальномером пользоваться Ну не знаю На дальние расстреления На какие? Ты на 2 километра Где ты стреляешь На 2 километра Где ты стреляешь На 2 километра Не знаю я там максимум Стреляю на километр Там 200 километр 600 Так Ну у него баллистика кстати Позволяет ему Положить хер на дальномер Да конечно Ты там так можешь прям стрелять Так 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 Берлин Никита жми готов Да нажал бы нам дано Странно что мы можем самолет брать Сейчас возьму попробую Ну это же полигон Не можно можно Я брал Я в прошлый раз С самолета по рубам попробовать Как рушится будет Попробую Попробую Мы в прошлый раз с месгрером катались Он тоже на леопарде катался Я на самолете летал По 500 возьму По 500 возьму Там на эту на пешку На пе-8 Пятитонную бомбу Добавили Хераси Попробую Пять тонн Пять тонн Пять тонн Пять тонн Так она на хер не нужна Там и Вила 3 тонны тоже Ну да Это вот Да Что-то мне вообще этот видок В Вила не нравится Не знаю Мне внешний вид вот нравится Наоборот прикольно все сделать Графон, вот это вообще свет, вот это как падает, шикарно конечно. Во, на Берлине нормально разлетаются стены. Кинь на рейхстаг, там пару тонн. Вайдок на меня, не на кидай, Никита, на хрена? Сори, я думал не углил. Да понятно, надо тебя кикнуть просто отсюда. А где рейхстаг у нас тут? Так, а почему я не могу взять, понятно. Теффилд говорит, гляньте, Карпаты обещали убрать заезды на холмы и себе переработать. Ну посмотри. Сейчас, сейчас. Не, Никита же убил. Что я на рейхстаг скину на крышу, может там крыша провалится. Не, не, там писали, что рейхстаг не будет разрушаться. Ну ладно. Может даже не пытаться. Не надо больше штук на меня кидать. Окей. То я забуду поставить этот, не ограничено. Привет, Макси, Макси. 3, 2, 1. Для всех остальных экранов все хорошо. Может это твоя связь. На Берлине много, много рушится. Да, рушится сразу все. Попробуй, Никита, знаешь, куда попробуй кинуть? Вот где точка цена находится? Да. На первом ранге. Прикиньте сейчас залезать. Ушота. О, тут прикольно. Куда кидай? Где точка цена? Кидай. А ну дай их туда сначала, чтобы ты увидишь. Ну, сейчас, сейчас, погони. Пока летай. Звук. У меня тут еще нравится, когда ты, Че черный экран? Тебя Луи Джи мочит на Е15. Че черный экран? Ну, не знаю, может троллить. Да все нормально. А у тебя показала? Да нормально все. Да, нормально все. В течение дня. А, ну окей. Я думаю троллить. Не, разрушаться, вот это вот прикольно конечно. Уоу. Да, Макситакси, он использует OBS. У меня сейчас самолет на максимуме. Дирхантер 28 битрейт. Не, самолет это понятно. Нажми у себя в этом. Кто увидел статс, Дирхантер, и увидишь Детрэй, 3000 Чё, кидать? Тяп, а где я вот подымусь немножечко, только на меня не кинь, кидай просто прямо где точка С, вот туда кидаю и в это выкинь, давай, давай, я вот здесь постою, несмотря. Звуки, кстати, ещё говорят добавили, когда вот ты стоишь, например, да, и рядом с тобой там кто-то стреляет, т.е. там вот раньше звук такой, т.е. сейчас какой-то поменяли типа. Чё, кидать? Да-да, кидай где точка С. Тебе, кидай прямо все бомбы какие у тебя есть, сколько есть. Там не одна бомба пока. Блин, отфигово. Щас на КД бомбы пошли. Ну и чё, чё-то я нифига не понял. Тебе показали, чё, они разрушились? У меня, у меня у тебя упадло, вот здесь вот такое пылище, что ли. Что нифига не видать. Хм, через телефон. А, кстати да, с телефона. Тебя телефона не могут смотреть. Да-да-да. Он тебе говорит поставить на мейн. Про, каучин, про файл для мейн говорит. Через 30 секунд. В смысле, чё на мейн нам поставить? Профиль кодирования, но это после стрима уже надо. Да-да, я, кстати, заметил такой. Я вот тоже захожу на свой, как бы, через, ну, с айфона захожу. И у меня, ну, я слои не могу записи посмотреть, даже просто в записи. А вот, а чужие я смотрю. То есть, ну, нормально. Окей, Макси-такси. Спасибо, скажи ему. За подсказку. Мейн профайл. Но после стрима. Не сейчас. Ты куда кинул это, Никита? Не кинул вообще. Здорово. Учили 25. Он показывал 4 британских танка. Ну, после этой карты, наверное, ещё раз покажут. Можно на них выехать прямо. А я могла бы сейчас трёхкомную кинуть. Что, я перезаню? Короче, я не вижу. Никита, что ты стреляешь, ну, как бы, кидаешь, да, то, что чё-то разрушается. Что за пылища, да, стоит, что вообще ни черта не видать. А ты не гаторой разлет? Или вы не проживете? Нет. Не, можно. Нам, я в настройках, просто не выстрелит. Ну, одно выстрелит. Я же не знаю, что тут неадекват такой занятный. Или 28. Битрэй, 3000. 4000 для полного разрешения. Для фулл-режья обычно ставим. Но можно попробовать 2500 будет в следующий раз. Чё-то ты не шарты очень некрасивые с новой графикой. Попробуй зайти на британских танках, пробный выезд. Поиспал. Сейчас, сейчас, сейчас зайду. Я тут просит показать. Сейчас, пару минут и зайду. Никита, ну ты где? Я на танки еду. Уже я... Подъедь, подъедь рядом. Просто, ну, стрельнешь. Я хочу послушать, послушать, как вот, говорят, звуки поменяли. Рядом подъедь, из пулемета постреляешь из КПВТ. Да. Не, вот сушки хорошо вообще вот эти. На Берлине очень много разрушаться. То есть, можно примерно, да, вот здесь стоишь. Тут как будто танчик примерно стоит. Если отрядом игра, что можно шмольнуть сюда. Опа. А уже союзник добьет. Прикольно. Чего здесь делать? Не, просто в сторону. Постреляю из КПВТ. Ну так просто мимо. Куда мы. Из КПВТ постреляю из пулемета. Не знаю, чё я не замечаю, пока разницы никакой. Гадно, пофиг. Да, нет. Так, ну ладно. Здесь понятно всё, в принципе. так чё надо на бритах да ну чёрный властелин чё только у него броня борта под 200 миллиметров ну там как мог саре изменили вот внешний уезд красивый для нового рендера старый какие то футболы прикольно у него пушка стреляет знаешь как у кого звук такой как будто это обычно не 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 вот я чуть не помню а как у этого как у советского т26 это бтсм такой же звук из пушки ездит кстати ну как по прямой кастрюля такая на башке 40 44 45 километров да это фальшборд а посмотри второй табор там еще 80 50 ну да это просто звуки мая заглушки 9 150 звук мне кажется звук надо повернуться к свету получается он рабочий вообще будет непробиваемый ничем неизвестно кстати по звукам мне кажется это может просто ошибка еще ну так вот и 50 пушка потому что такая же картина только на реках везде работал поэтому и звук такой же а у него камерника нету а у бритов и не будет камерника у них же только эти одни вспышные снаряды а фуфло все без камерника все фуфло можно добавить а ну да пулемет у него башня еще еле крутится пулемет кстати бесконечный походу он как то стреляет непонятно то есть чистота чистота звука стреля стрека стрека стрекотания и трассеры то есть они рассогласованы ну трассеры летит там через какое то время а вот этот стрека то есть он прямо без перерыва для вопроса почему ахиллеса 17 фунтовка и вот этот не особо интересно я думаю его ахиллес не не вот этот легкий танчик ахиллес тоже неинтересно мне кажется 3.7 бр пушка на четвертом от четвертого ранга у него башня не вращается вообще но зато он быстро так это же такой же как м10 да пушка супер для 3.7 ну у м10 тоже пушка супер да у него башня вообще не вращается то есть 70 пробоя это нечто вообще не поворачиваться жесть о вот это звук ну да вот это поворот уууу башка вообще еле крутится вообще не крутится можно сказать ну да да но 170 будем 10 вроде быстрее поворачиваться это катастрофа но у тебя видишь нету горизонталки будет как вам 10 ну вроде усилено бронирование еще да вернул и так же стоит этот рычком подражающий не у нас звук другой передаляпка сколько нажми м сейчас параметры покажи а тут нету такого это же пробный выезд смотри осколков дофига дает сейчас еще стрель никак не посмотреть параметры только выходить но осколков снаряд дает дохренича я тебе скажу ну это как у американцев было когда 103 боеванками стреляли да 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 слушай может и 103 почти нет перезарядка довольно быстро оп наводчик наводчик это кунавер мне кажется это 92 еще нужно должен быть скумленным на 200 бред опять этот спалер надо на натуре банить будет это дело сейчас погоди давай я тебе назначу так вот где то можно инфрационную панель не а если вот м103 будет столько осколков давать то у него станет нормальный нормальная болванка опять как была и взорвал через бекки я так понял у полномоченный владелец канагов это вот это да надо добавить так что не знаю потом разберемся по системам а я знаешь кого забанил а как его разбанить доктора психа я забанил случайно как его разбанить а то я думаю он припит блин я не знаю как его разбанить да ладно забей пока сейчас пиши а потом надо будет разобраться не просто вдруг обиделся ну да ни с того ни сего забанили как дураки да если что я не специально извиняюсь он не смотрит может смотрит он здесь ну если что я не специально извиняюсь а арнабот разбанил фаерфлай видел бою я запомнил я записался в черную книжечку так ну что вот этот больше ничего что у него посмотреть ну декальки еще нет давай следующего вот шерман мне понравились ну по крайней мере визуально даже вот у него такие же внешний вид прям так что-то хотя перезарядку посмотреть 8 и 1 а смотри у него еще какая-то фишка добавлена заметность то есть тут 105 процентов здесь 112 процентов 112 128 новая фишка добавляться добавляться к этой ну в карточке заметность затем напиши почту и я попробую тебя там добавить там надо адрес электронной почты вот и ты наверное мне кажется сможешь там что-то тоже писать twitch danlar hello there yes mostly russian channel и вот это шикарно выглядит шикарно выглядит но мы можем ответить твои вопросы если у вас есть малек башня крутится нормально 38 км но как обычный шерман хорошо действует я смотрю болванка действует нормально не как вот сейчас в игре ну вот сейчас давай по пантере примерно по эти пазики то это фигня давай вот сейчас пантере просто если такая болванка будет у шермана на 3.7 тогда можно будет играть уже на них вот вот вообще всех наводчик сдержавший командир двигатель трансмиссия и зарядка быстро кстати на месте вот едешь когда на максимальной скорости очень плохо поворачиваться поворот нажимаешь секунды 2 секунды 2 думает чтобы начать вообще поворачивать вот потом только поворачиваю а кстати еще смотри прикол что раньше надо было выделять цель то есть чтобы она отобразилась а сейчас достаточно пулеметиком пострелять и она сама выделяется угу ну не плохо просто пульку вот стрельну одну а у пицели выделилась сама ну для рпшников наверное ну может быть ну давай вот встретимся с пантерой да там вы бешник ну ты не встретишься с этой с пантерой ну ничего наводчик командир казенка ну нормально кстати да осколок подойдет давай блэк принца покажи сейчас напиши почту свою в тэску еще б я помнил какая тут у меня почта так пускаем от которой пароль знаешь с которой можешь зайти не ту на которую аккаунт зареган а нет наверно ту на которую зареган аккаунт нет так так сейчас посмотрим трактор трактор я так понял вот этого принца у него пушка почти такая же как у него оригин да она аналогичная пушка ну сколько он едет дирхантер нет у меня нету никак никак ну вот на нейтралке нет у него нету нейтральной передачи то есть я стою на нейтралке просто поворачиваю и он включает первую передачу если вторую не обычно на второй передачи вот на второй быстрее поворачивал Но суть то не в том, что он едет вперёд 18, а назад сколько едет? За два километра едет! Офигеть. Сколько Т95 назад едет? 4 по-моему. Ну вот этот 2 едет. То есть он вообще, можно сказать, не едет. То есть надо забыть, что такое задняя скорость у него есть. Ага, снизились с 15 тысяч до 6 все-таки. Лехантер говорит, что вот этот Першинг, который Чебурашка, с ракетами Т99. Сейчас посмотри, Стоп. Орлов. Ханни 15. На китайском леве он стоил 15. На китайском серваке точнее. И у него тут снаряды. У этого принца везде я покрою. Не, ну как уникальный танк, его, конечно, если он будет стоить недорого, его к тому тебе купят. Не-не, смотри. Дирхантер говорит, что ты должен купить Калиопу, а потом покупать Чебурашку. А, поэтому он стоит 6 тысяч типа. Ага. То есть ты сначала 2500 рублей, нет, ну и 2000, да, 2000 рублей тратишь на Калиопу. Не, ну Калиопу ты можешь загаду... А, ну нет, тут, тут тоже да. А потом, короче, еще 1000 рублей слишком тратишь на Калиопу. Ни хрена себе, вот этот ваншотит. Вот два выстрела и оба ваншота. Да, вот в БК попал, у Пантера ваншотнулась, у ПАЗик ваншотнулась. Ну-ка, где вот это? Где такая фигня катается? Звук пулеметика, кстати, прикольненький такой. Оп, могу снять. Не, ну вот это, такое ощущение, как будто стреляешь комарным снарядом. Опа. Андрей Харт. Да, деф открыли в 11 часов по Москве. На 3 часа. До 2 часов ночи будет деф открыт. Не, ну вот у этого хорошая снаряда. Так, вот здесь где-то у него БК. Ага, покраснел. Еще раз покраснел. У него БК подкрутится более-менее. У кого? У Принца? Да. Да и... Нет. Ну, побыстрее, чем у Маус. Он тоже медленно-медленно. Но еще без приводов же, на месте будет здесь. Тогда ничего. Не, ну вот я говорю, у него то, что борта под 200 миллиметров. Как новая система видимости, говорит Андрей Харт, пока не понятно. Как новая система видимости, потому что надо в бой заходить. Потому что нету, да, боя. Пока не заходили. Не ясно. А, ну вот, да, опять 900. То есть вот, нужно купить предыдущую технику на туре. Хе-хе-хе-хе. Вот он и пишет, то есть... А я могу его... Пробный выезд? Пробный выезд. О, да. Не, тут можно в бой, кстати, зайти. Взять какую-нибудь технику, без проблем уже сзади в бой. Не, тут никому не. Просто так же, как на основном сервере. Нажима аж в бой, то есть тебя закидывало. Хейспаун, ты видел, как 10-му маску закрыли? Кого закрыли? Маску. Кольцо? Нет, я видел. Ну, на виде, короче, посмотри. Ну, раньше маска... Ну, то есть маска была 130, а после маски уже... Как эта штука стреляет? А теперь 250 накладывается на 130. Это давай в РБ скатаем, посмотрим систему видимости. Пишут ли в ФУЗИ-25 спраншет? Пишут ли в карточках снаряда вес взрывчатого вещества? Так, сейчас посмотрим. А как вот этой штукой стрелять? На кутокновку назначить? На ракету, наверное, на кутокновку. Пишут 120 грамм, вот это 10-го написано. Да, ФУЗИ-25. Даже пишут вес взрывчатого вещества. Кипы взрывчатого вещества пишут. Только эквивалент не пишут, второе тело на эквиваленте почти нет. Стрельба из специального орудия, типа, вот эту вот? Наверное. У меня control стоит сразу, по-молчанию. Попробуй. Не-не, control у меня на самолете. Форсаж. На маусе у тебя что стояло? С паренькой стреляет пушки. Не, это разные вещи. У меня на маусе не было. У меня тоже на маусе не было. На маусе у меня на F стояло. А, тут же настройки просто, да. Ну давай на F поставлю, нормально. Понятно. Тут просто настройки, так. О, да-да-да. Звук такой. А, и он стреляет по отдельности. Сначала из одной упаковки. Офигеть, какие хордицы. Так, чё там? Дирхантер говорит, что кольцо не починили. На F10. Понял, почему снаряды так отличаются? Три четверки. Топовый 48 грамм. А у стоповый 164 грамма. Ну да? Тротила. Это же некая… Некая твой Лайт карту, нет? Некая твой. Некая твой Лайт карта. Некая твой Лайт карта. Некая твой Лайт карта. Некая пацана. Пуль, пуль. Пл... Пл... А в топовом 48 грамм. 48 грамм. Нормально. Где наш любимый Маус? Ракета, я смотрю, шлак. О, новая АТТ-шка немецкая. Она назад ездит 46 гигаметров, прикинь. Как вперед, так и назад. Ну, она на самом деле будет не очень, конечно. Она лучше, чем Лев Тигр. Ну, это будет плохой Леопард. Так, где Леопарда? 48. Ну да, только пушка. Ну, это на соси Леопарда, да? Нет, Малеха другое. Ну, смысл в том же, да. О, так она быстрая, капец. Да, это двухой Леопард просто. Ну, она такая же маневренная, как Леопард. Ну, это лучше, чем Ягд Тигр. Так, чё там, где ты говоришь, кольцо надо посмотреть. Ну, вот Т-10. Посмотри, она находит, короче, теперь на... Ну, заброневая вот эта часть. Замасочная часть, короче, брони находит на маску. А раньше она доходила до маски. Маску можно было сделать. Ну, вот эта красная, да? Да, теперь маску хер пробьешь. Охренеть, так она теперь будет получаться 250 и плюс 130. То есть, маску стрелять вообще смысла нет. Только слева, справа от маски. Ну, а не костры такой, значит, замутили. А в кольцо, а вот где ствол находится, да? То есть, вот тут вокруг... Кольцо можно пробить, но меня туда пробивали два или три раза за всю жизнь. Да, ладно. Вокруг кольца 150 миллиметров. Да, увеличили чуть-чуть было. Но все равно не важно. Не, я не знаю, ну, смысл сюда стрелять. Берешь фугасом в крышу шмольнул и все. Ты посмотри, вот эта, короче, замасочная часть даже чуть-чуть находит на кольцо. Что? Я никогда не стрелял, ты десятому даже в маску. То есть, я если... Я в маску и сядю? Я не стрелял. Смотря на чем, что заряжено. Не, она в фугасах. Не, фугасом я, если стреляю в крышу и все. Если нет фугаса или он не заряжен, то что? Стреляешь в ствол, что? Не, было, было. Ну, все, что маску выносили. В маску ты можешь не пробить. Ствол-то ты... Ну, не знаю. А сейчас, короче, кто-то забрал... Ладно, не важно. Находит уже на кольцо чуть-чуть. Посмотрим, попробуем. Так, что еще надо посмотреть? Попробуй зайти в бой, показать систему засета. Так мы сейчас с Никитой зайдем, создадим курс какой-нибудь. И он на одном конце карты, я на другом конце карты. И все видно, вот. Мне больше всего интересно, как теперь будет видно, самолетов, танки. Раньше их у меня с 500 метров было видно всего лишь. Так, ты только бери, Никита, чего-нибудь такое? Ну, быстро, бодро. Так, давай. Леопарда возьмут. Подожди, я подойду еще и самолет. Я создам курск. Тогда, так, курск. Включать. РБ. Вечер. Ну, не, не делай. О, экран. Включить ботов, да. А, нет. Так, а где тут возрождение? А, вот не ограничено. Денадцать. Да, кстати, возьми стоковый экипаж тут, если это... Стоковый экипаж? Не, сейчас посмотрим на топовом экипаж, а потом... Блин. Ну ладно, давай. Какой там быстрый танчик? Танчик. 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 Леопард. Танчик. Да, что это ПТшка у нее 7,7ВР. Хотя, она художе леопада. Ну, вот практически стоковый. Так, Никита, давай я сейчас идти кину. Так, крестик команду ставь, смени команду. Еще раз нажми. Сейчас. Поехали. У тебя сейчас стоковый там был экипаж или нет? У меня топовый. А, у тебя топовый, да. Окей, я сейчас стоковый поспроверю. Не, танк взять или самолет? Танк, танк. Нахмедовый самолет. Посмотреть через сколько его будет видно. Ладно, потом. Ты-то не увидишь какая разница. Ну, точнее, ты увидишь, кто просит, не увидит. Откуда делали скрины? Я сто с прошлых геов. Делали скрины Е100 из файлов игры в УЗИ-25. Смотри, Никита, выбираешь точку, которая ближе к реке. Ближе к реке. Проверь, нет, проверь. На G8, которая. Мы едем в центр. Нет, нет, ты знаешь, какой квадрат? Просто не надо далеко. Ты выйдешь на Холм на F8 туда, а я выйду на C6 вот туда. Надо, кажется, со света в РБ должны работать. Я понял. Мы встанем друг напротив друга. Понял. На Холме. И посмотрим. Тут расстояние получается сколько человек. Так, квадратов. Вот раз, два, три, четыре. Четыре квадрата. Это где-то вот 1200 метров. Не, ну тут прикольно будет вот сейчас на стоковом экипажа. Он, по-моему, ухудшилось из-за этого солнца сраного. Не, не, не. Это что? Не, не, это вечер, вечер стоит просто. Наоборот, мне нравится, когда вот такое вечернее солнце. Ну, конечно, оно в лицо мне слило. Не, да, но не просто. 128 миллиметров, Кузе 25. Пушка у него. Такая же, как на Маусе. По-моему. У кого? У этого. У Е100 будет. Абсолютно такая же. Да, они не стали, стали. Фак 44. Сюда 170? 150 там. Ты, Никита, видишь меня? Нет. А ты где? А, о, я тебя вижу, кстати. О, в бинокль. А ты меня видишь? Не знаю, это у меня солнце слепит. Не, ну маркер-то, я тебя маркер вижу. А вот сейчас пропал, смотри. О, опять вижу тебя. Выстрели. Давай выстрелю сюда. Абулей, ты твой маркер не вижу. А, ну бас, потому что. Что там, стоковый экипаж? Я тебя вижу, а маркер... Какой? У меня стоковый экипаж. Надо было бы в бинокль посмотреть. Ты только меня сейчас не убей. Убить. Никита, подожди, Никита. Это, ты видишь его? Маркер вижу, надо было навести бинокль, только тогда увидит маркер. То есть танк виден, да? С этого, с маркера, да. Погоди, не торопись, не старайся сказать десять слов. Вот ты стой, не двигайся, вот у тебя сейчас должен пропасть по идее. То есть ты танк видишь, да? Угу. Всегда видишь танк. Угу. Ага, ну это неплохо. Не, ну вот я сейчас стою, вот у меня сейчас стоковый экипаж. То есть это вообще, ну, ничего в нем не прокачано. Я его без проблем вижу. То есть, а расстояние... Так не пропадает. Расстояние тысяча... Две есть наверно. О, пропал. Появился снова, не стреляй. Ну и ты не двигайся тогда тоже. Я хочу посмотреть, ты пропадешь или нет. Ну задом разглянись. Она ж когда вперед смотрит. Вот, сейчас ты не двигаешься, у меня пропадет маркер. Ты пропад... Ну-ка, а вот этот. Не-не-не, погоди. Не двигайся, не двигайся, не двигайся сейчас. Вот сейчас ты пропадешь, я хочу посмотреть, танк пропадет или нет. А ты бинокль, смотрю, не пропадает. А сейчас вот без бинокля, если... Ты у меня появляешься. Ну, то есть, ты мне, короче, все время горишь. Ты у меня сейчас тоже горишь. Оп, боты пропали. Ага. Оп, ты пропал. Так, ну-ка, в бинокль. Оп, появился. То есть... И не только в бинокль, еще и в прицел. Ну, это да. Ну, это вот, при 100 к вам еще экипажа даже. Ну, может, это пока не настроено. Плохо работает вообще. Почему был? То есть, достаточно просто пройти биноклем по кустам и все, и все танки, короче... Ну, так, хорошо. Даже где-то 1600, наверное. Можно будет приходить и вот таких РБшников понагибать. Нет, я думаю, что они настроены. Я думаю, изменят эти величины. Потому что слишком жирно для 100 к вам экипажа. Ну, вот могу сейчас топовый взять экипаж. Ну, а если я вот разверну... Вот маркер пропал. Вот я только отвернусь. Ну-ка, если повернусь вот так. О, из инвизов просто. Вот ты сейчас, ну-ка, Никит, постреляй. Ну, не помню, я так рядом. То есть, я вот повернулся и фрилуком я повернулся. О, из инвиза просто снаряды летают. А, ну, танка вообще нет? Нет. Ты сейчас по мне, по-моему, можешь попадать такой. Нет, чуть-чуть летят стреляю. То есть, ну, смысл какой, да? Вот я боком повернулся, к примеру, да, к тебе вот стою боком. И осматриваюсь, да, вот как фрилуком ты обычно, ну, к примеру, осматриваешься. Ты еще видишь, да? Да, и тебя не видно. Ну, а когда вот ты стреляешь... Тебя надо на него смотреть. Да, да. Когда ты стреляешь, тут же как бы... А бинокром если поводишь? Делай какую-то картошку. Ну-ка еще, стрельни, стрельни просто куда-нибудь. Оп, быстро влети. Кайстан. Если биноклем поводишь по сторонам. Тогда появляется. Слышишь, Кайстан? Да, да, вот, я его вижу в бинокль. Ну, вот, вижу его, смотрю, видно. Через бинокль поворачиваешься, видно. Как только отворачиваешься. Отворачиваешься, хоп, и сразу все. И все, маркеры тут же пропадают. Поворачиваешься. И маркеры. Так, пока не вижу. То есть, смотри, ты даже танка там не видел, да? Да, до этого. Если боком стоишь и смотришь через фрилук, то не видишь. Ну, то есть, расстояние 1600 и не увидишь. Не-не, сама моделька. Так, не видно, не видно. Ну, 1600 километров не особо видно там, вдалеке там где-то. Но она стоит там, да? Ну, да, да. То есть, глазами ты ее все-таки можешь увидеть? Ну, если в бинокль посмотреть, то увидишь, конечно. То там фрилуком не видно танка. Фрилуком просто он далеко. Это далеко просто. Ну, не видно модельку с 1600 метров. Не, модельки должны быть видны всегда. По идее. Модельки должны быть видны всегда. Если бы нормально было сделать. Но тут я не понимаю, видны они всегда или нет. Нет, не видны. Ясно. А ну-ка, я-то... Ну, это херово. Это херово тогда. Не, ну, ты в прицеле-то ты его увидишь. Ну, как бы нормально. Это бред. Не должен тебя через прицел видеть. Ты же не будешь пыриться в прицеле и ездить. А как? В РБ так и ездит. Ты едешь по карте, открываешь бинокль. То есть, и едешь, ну, чешешь, смотришь. Как еще тут. Ну, должна быть, это картошка получается. Эти засветы танков. Засветные маркировки должны быть. Не, с 1600 метров ты ее не увидишь. Ну, фрегуком. Вот ты пропал, кстати. Вот, вот появилась. Ну да, это ГМС-1, конечно. Пропал, появилась моделька. Это бред. У тебя будет просто снаряд из InVisa летает, а ты ищешь, короче. Бинокль. Ну, а у тебя сейчас не из InVisa летают снаряды? Не, я тебя вижу все время. Нет. В РБ, которым сейчас. Я модельку вижу. Так я тебя, вот я, вот ты сейчас, вот я тебя вижу модельку, но не вижу маркера. То есть, вот я на тебя повернусь. Да нигде она пропадала. Если ты при луком, короче, ты осматривался. Нет. Вот сейчас я твою модельку вижу. То есть, вот я отвернулся и я вижу твою модельку. то есть увижу точку такую тут расстояние большого то есть это нормально однако попробую на самолете я погоди погоди стой на самолете я теряюсь на самолете вылечу посмотрю как а потом ты вылетишь так я чувствую надо блинчиков еще наложить сейчас я отойду зачем то там оттанки как написать им в эту почту так ты в районе точки так у меня высота еще большая 2 километра а на сколько вы 25 крылья оторвутся на 550 на 0 зачем ты на 100 процентов так сейчас мне на скорость я тебя вижу маркер маркер вижу до 2 500 и маркер там самолет от маркера это конечно страшно то есть можно обобрить все вообще что движется ну вот я летел на 2 километра раньше модельки не было видно с километра у меня не то что от маркер 580 отрываются крылья я вспомнил ну я вроде вот я даже сейчас лечу вот ты от меня 2 600 2 700 3 километра я тебя вижу вот пропады а самолет из самолета будут маркеры видны тоже важно да вот боты летают вот мешало видно было конечно по любому вот борис твой летат я увижу за 7 километров маркер и ты у точки б это где то там тусишь покатение о появился вот 300 короче 3 километров я тебя начинаю видеть это бред ну ты считай летишь ты можешь вообще спокойно как бы да тут вообще ничего не надо делать особенно если у тебя много бомб ну ты не хороший человек на меня скинул бомб да ты уедешь ну конечно когда я услышал свист на с собой а я тебя не вижу маркера не вижу самолета встал да ладно а погоди а если я пониже спущусь я тебя вообще не вижу откуда ты сейчас я развернусь пониже пойду где вот на 500 метров откуда ты заходишь со стороны твоего респа или нет погоди я не знаю как тебе объяснить тут карта карта ты хрен поймешь какая да со стороны твоего респа сейчас нет нет я не вижу в общем я к точке акум и жители появилась боится маркер только что да а если если я выше буду подниматься а упреждение есть то есть показаны нет нет но я тебя вижу ну короче самолета с трех километров маркер появляется то есть а и сейчас ты видишь мой маркер да без упреждения ну вот а в обычном в обычном ты не видел правильно а я сейчас еще скину набрать немного нет ничего криво как кин в общем самолету с трех километров будет летать с станции и хотя по теперь и они ничего не сделают я тебе кумулятивом попал крыло для вас ну и кумулятив он не очень так все так что ты хотел еще проверить ну встань на танке и одна самолет в поле счет я уже вышел на самолете я прям на респе на респе на респе на каком то что ближе к реке эээ нет понятно мне раньше просто модельки вообще не показывались там с 500 метров буквально прорисовывались и побрить было невозможно сейчас маркер с трех километров появляется о я тебя вижу сколько расстояние а расстояние не показывал но я тебя вижу а я тебя не вижу а я вижу пипец я сейчас 900 км сейчас лечу нет я тебя не вижу в смысле не видишь вот ты уж тут рядом я вижу да маркер и танк хорошо показывается и модельки очень далеко теперь отрисовываются не видимость вообще хорошо мы тут я так и так далее так на польшу еще мне понравилось очень вообще прикольно на видимость хорошая стала раньше танки отрисовывались и сейчас теперь будут самолеты точнее танки еще будут больше от этих страдать он летит не и тебя я в себя бросил да танки будут страдать по полной и это поправят позже потому что будут танкисты плак плак так кто тут еще спамит саша и в баню у арада теперь охеренные изображения вид работающих двигателей не внешний вид графика это все все сделано клево стало некрасиво у меня нет его так что я не а у арада просто вообще бомба не могу сказать но стало красиво да не нравится бою на привык на конце ч ч там карпаты да хотели посмотреть я на карпаты на какие вы там в рб горы я просто не в курсе коры что там типа на горы на какие-то на геймеру да 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 есть там геймера сейчас вот на нее говорят закрыли вроде как доступ не знаю надо посмотреть так карпаты ч он чем скинул я аркаду поставлю там и на место укороченное орудие нас вообще ничего пробивать не будет нахер нужен и он будет на 7 и 0 не знаю как будет и 100 так посмотрим я в картошку не играю поэтому я не могу не знаю даже картошки по-другому все картошки играть на гиба на звуках картошки башня другая и орудие с 152 миллиметра так и чё тут надо куда поехали куда вы тут ездите это по разному ну вот возле респа гора короче в g6 в основном она или про замок он говорил не 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 замок это понятно вот где-то здесь вот вы на какие-то там гейн горы вязать все на моем респе на нее закрыт но нельзя заехать так просто линшалт кстати поменяли такой да и правда что никак не заехать вот тут какие-то камни каменяга у меня короче гора тут на моем респе у меня кстати фпс что-то на ней вообще просил у меня сейчас сотку дает у меня разрешение высоко чего это разрешение и внешний вид прикольный сделали вот эти вот камни красиво все такое гигантский вот это арк вход проход которая на подъезде к б с которой б я прострелил а ну и вот здесь вот огора еще тоже гей гора там на нее заезжали сейчас попробую заехать нет фпс счетов вообще 25 у меня сейчас фпс показал 27 короче и правда эта гора вообще стала полностью неприступной да ну это все круто но фпс какой то печально у тебя какие настройки стоят кино и увеличенные до максимума ты посмотри а раньше не подсвечивались эти маркера все понятно вот здесь вот это сейчас вот этот аркада ну я не о том в аркаде раньше подсвечивались маркера а сейчас подсвечивали эти гей горы убрали какие я сделал себе бутерр че гей горы убрали на карпатке да нету вот я объехал я срез пообъехал и вот что самое интересное не только гей гору и ту гору которую на том респе тоже убрали ну да да теперь не будет бандать дурочков которые стояли ну да поеду на замок съезжу посмотрю нет дизайн тут переработали ну как бы в лучшую пользу тут идут все камни скрин маусы и история я видел я же об этом и говорил что у него пушка реально укороченная поехали никита на замок не знаю что это из-за синхронизации но у меня короче сто двадцати фпс но меня тормозит при когда камеру дергаешь все дергается да да когда поворачиваешь фрегуком да ты про это да да все дергается ну у меня не дергается но вот бывает приседа когда фрегуком двигаются при этом сто двадцать фпс ну у меня разрешение R900 на 1500 я RR... ну понятно мажор ну чё зря покупал что ли ты правильно 27 дюймов просто монитор у меня такое разрешение ну я в 1920 на 27 дюймов сижу м? я в 1920 сижу на 27 дюймов ну уголы и делал вот кемпер кемперская позиция да то есть уголз ну это перебор ну это кель не вот телик карпата игру не покажет нормально по качеству ну по качеству графики вообще клево сделаю нравится пока текс чё у меня с усилителями двадцать восемь минут надо ехать да забей ты на них чё ты потом прокачаешь шеву под утеки и чё у меня сколько пропали тогда по пятидесятого нету фильтров мое 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 прямо такая вот вот прямо такая важная штука конечно фильтры на М60 на М60 ты чё так надо съездить и шанс подрыва боекладки от кумулятивного снаряда или нет не знаю не а БПСы кстати эти хаши 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 вообще шумляют хорошо сейчас вот интересно теперь может кумулятивы тоже изменили может нарезку заедем попробуем можно сейчас зайти в бой попробовать вообще на нарезку лучше от братья стрелять десять раз и посмотреть ну есть туда крест вот у меня есть сколько снарядов зачем у тебя заряженные кумулятивы да у меня тут всякие заряженные я не попаду сейчас я нашел свою почту поиспал ну давай попробуй сейчас кинул тебя в личку в этой в тем спике угу без большую букву да то есть он как так а джунглихи фигня мне очень нравится да а ну сейчас можно еще раз так поехали на лес погоди сейчас поедем кузин 25 забил типа апнули графон но что то странно как то выглядит наоборот не апнуто а у тебя разрешение поиспал только водичку отцами 1920 на 1200 нормально так ну к тем посмотреть я держу так приглашен ваш список добавленных до лица ну сейчас посмотрим тест ты по идее должен на почту на почту задействуй на свою а на почту ну и сейчас я бой закончу и посмотрим с подрыва не знаю я все все отлично можете не кумулятивными стрелять так у тебя справа не знаю я что на леопарде что на этом как его 60 добывать я не спорю что не подрываться бы канала не так часто мне 50 процентов черниль все бывает три раза стреляю подряд и три раза черная быка ну было с этого прибора отбыл от конкретно особенно в аркаде лучше в аншоте хотя по еду шоу бы наоборот там же пушку точнее идет так все таки прозрачная мигает у тебя не мигает и фунт ну вот ну поджог по крайней мере поджог это не то кумулям поджог да мол дырочки прикольные то есть кумуль не поджигает 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 очень редко на это вот сейчас в один вариант не поджигает а че вы не говорили давай еще раз проверим хватит уже не не поедей что за дырки в башку не вот эти вот места прикольные сделали дырочки когда от выстрела не а че за дырки в башку какие дырки дырка за башню у леопарда я раньше не видел поверни башню короче назад и посмотришь снизу дырка это чтобы наверно свалить оттуда по-быстрому можно свалить совершенно случайно нельзя нельзя вот нормально давай хэши проверим хэши проверим хэши надо брать броневая че-то а какая разница за 145 он по идее должен всех фигачить фигачить лёгко ну что ты поставил хэши? да вообще злишь ну леопард вот все хуже хэш хэшом убиваются это кто из четвертой не очень хорошо убиваются это м103 м60 хорошо убивались а из третьей просто как эти как пирожок взорвался ты десятый в принципе нормальный из четверки из четверки ну ребята да норма как ну хэш вообще нормально вот разорвать леопард из четвертой плохо обрывался потому что у него как раз предельная толщина брони не 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 когда вот он рамбуваг стоит если он на тебя когда он вообще обрывался прекрасно ладно все короче так че там джунгли да просили ты пойдешь никита на джунгли? да да кумулям что что? кумулям кританул кумулям кританул да не б25 б24 б25 б25 советского я кумулям простую бегу на этом да да мне не важно что ты сделал я говорю сейчас кританул кумулям б24 охренеть ну вот аф испалнул кританул вместо того чтобы вас бить да пань хрена уложу 9 вечер так окей кидаж мне готов сейчас все не знаю мне джунгли с новым рендером так пока как то не очень не зашли да ну да во первых у меня FPS просили ну вот во вторых вот эти вот все пальмы которые вблизи они смотрятся хорошо вот а на дальнем плане они все эти ряб такая противно то есть по сравнению с тем когда раньше как раньше было то есть там лучше в рябе такой не было по крайней мере в рябе такой не было по крайней мере в рябе если уберут то вот прикольно то есть капец вот красиво вообще там может дариться красиво а где в рябе видишь на пальмах интересно немножко есть близко вот которая пальму рядом находится на них нету а вот которую чуть-чуть есть которая вдалеке не красиво не может если конечно выставить там какие-нибудь вообще полностью максимальные настройки да там загвяживание на всю я включил усилитель на 300 у меня из команды вышло 4 человека но у меня на полностью топовое не сильно какая ну и есть ну у меня вот настройки закинажки стоят короче то есть у меня ну всякие вот эти там да там высокие там и так далее то есть у меня у меня згвяживание 4 стоит ну я не знаю как это то есть какие там настройки хреново Чем выше сглаживание, тем меньше оно должно быть в пределах. Нет, понятно, но у тебя будет, тем более у тебя какая карточка стоит. 980T. Ну вот, у меня 660. Не, они должны по всем оптимизировать, чтобы не было реабилит. Ну, не на всех же настройках. Вода прикольная, кстати, вот зелено. Да ладно, хорошо. Ты там видел ледочки, они прямо стоят, короче, которые у тебя вот на том нарезке, где ледочки, и они прямо на воде двигаются. Сейчас посмотрю в угол. Да, волны, конечно, красивые. Ну, это да. Так, ну-ка я туда на пляж съезжу. Не, вот если ничего он сделает с этими, вот с пальмами, вот с этими, чтобы вот токторями не было, то вот... Да, но это изменилось на жунглях, все стало покрасивше, если даже не брать пальмы. Ну, вот это да. Мне только пальмы не нравится, то, что это. Так-то прикольно. Да, прикольно. Называется тем, для чего самолёт. Что-то у тебя такое случилось-то. Это не я тебя сбил. Нет, я не сбил. Ты сам, ты сам врезался. Я сам врезался. Сейчас ещё раз. А у тебя нету поплывочного самолётов. Они прикольно так на воде, на воду садишься. Нет, ну вода шикарна. Ну, вода, ну-ка. Прямо вот это, сырой песок. Прикольно. Нормальная техника уничтожена. Крейсер. Не, вода, да, вообще шикарна. Вас спрашивают, Биргхантер, как вам зайти? Пароль, две единички. Находишь комнату джунгли? Сейчас покажу. А, он вышел уже. Кто? Биргхантер. А, нет, не вышел. Да, Биргхантер, да. О. Так, я так понимаю. Никита, ты только не выходи оттуда. Хороший все, ты поставил уже с превосходства. Не вам понятно, зачем точку захватил. Это бот захватил. Так, что-то я не понял. Литл джинниус, вода важна в игре о самолетах и танках. Ну, может быть, корабли будут. Вот, заходишь сюда, выбираешь уровень аркада, ищешь джунгли. Вот, я как понял. Никита, ты вышел из карты, нет? Да, я говорю, что у вас не включена вы подключение во время игры. А, Никита, ты вышел, нет? Куда? Из этой. Ну, она сама вышла. А, понятно. То есть, заходишь тогда на уровень сложности аркадных боев, здесь ищешь джунгли, я сейчас создам новую. А, кинь, придется. Сейчас кину. Так. Подключение в игре. Сейчас, где-то, где-то. Аркада время ясно, не ограничено, не ограничено. Количество игроков 4. Включение ботов, да. Времень грунта, 11. Little genius на будущее готовит почву. Может быть, может быть, я не... ну, не почву, а воду. Так, Никита, я тебя кинул, привез. Все, там сейчас можно найти джунгли, аркадные бои и парольные 2 единицы. Кстати, остались у вас полчаса времени. Кстати, кто-то хотел еще на Ультра Гоу посмотреть, вроде. Потому что ушли, наверное. Да, наверное. Дядя Кминова знаю. Если там не ушли, кто хотел на Ультра Гоу посмотреть, плюсики поставьте в чате. Не, ну вот эти лодочки прикольно, конечно, смотреться. На, кстати, на Нормандии тоже вот этот. Вода мне даже прикольно так выглядеть. Не, ну вот эти лодочки. Такие лодочки. Не, ну вот это понятно, что не доедешь. Не, не, все там было. Не, не, все там было. Не, не, все там было. 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 бот прокачивать прокачивать от бот по новой и вот эти звездочки да то есть вот каждая звездочка например 200 255 то есть еще одна звездочка то есть примерно так вот и вот эта ловкость она прокачиваться у всех то есть она у всех и прокачивать наводчик командир а вот кстати у командира ловкость заменились на этот стрельба из пулемета заряжающий тоже на прокачивать стрелок рангист ну и ловкость будет влиять если сейчас как бы к примеру наводчика убили другой член экипажа пересаживаться за 10 секунд то есть вот эта ловкость по умолчанию как бы у стокового экипажа на бот составлять 13 и 2 секунды а в топовом она будет составлять 10 секунд то есть добавится 3 секунды еще 5 звезд это асы да если полностью нет нет 5 звезд это это ну это не ас это обычно это просто стопроцентно прокачка вот звезды вот эти вот серебряная квалификация эксперт то есть отображается только когда наводишь на ясно кстати вот по зоркости что-то 100 метров то есть базовок 86 асов купил асов купил на чем ты спал нет у вас а вообще не на чем я покупал не я на маусе хотел купил так вообще не зря в принципе ну ты можешь их также асы купить без проблем то есть вот можно купить также они стоят две тысячи сильвера и вот если хочешь прокачать можно поскольку у меня 50 накатанных боев да 200 и короче сыграли триста сорок боев на 50 да и у меня лампочка на нем заработана 226 тысяч ты чтобы у них были эксперты да то есть это надо еще сыграть еще пример еще примерно четыре зоны понятно а вот так вот так вот и церковь но видимо с какой-то опыта причин открываешь послужной список и там будет все видно это только в новом мнении стартах что то есть послужил открытка десятых дел в сам конце ну вот если поэтому сама большая у меня короче открыто на этот пиршинге например у меня 600 500 тысяч на 50 ну вот представь да надо бы нам совету как тысяча 200 боев на приблизительно а если кто не так играет это того надо бы две или три тысячи сыграть погоди а вот на пиршинг мне интересно премиум першинг так где он так причем посмотреть на нем как сколько так квалификация эксперт покажи проб на выезде экономики и панцер чистое 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 а пиршинг чтобы асов получить например надо миллион 240 тысяч так кого надо показать это кто такой вообще пробный выезд надо показать ну в ангаре или проб на выезде брони мне вообще не будет стрелять бот как пулемет 6 по 2 секунды плюс эксперты будет 6 вот 5 больших секунд меня у него 65 сейчас и так стих ну давай пробный выезд так аркада летаешь и тарелочка такая не надо 5 секунд когда это очень жестоко интересно зачем ему намотали треки это треки эти прикрывают брони нет вообще да обзади там ну это чтобы может это чтобы можно было менять их надо вешать так для красоты но борта обычно вешают на лоб насколько он едет черен короче до 37 так более-менее набирает а потом очень медленно едет начинает набирать 52 километра сделали все были ногу разворот на месте надо надо проверить 54 километра короче он едет я бы не скажу что он быстро набирает скорость на поворотах теряет очередная очередная карта среди двери у него сзади такие как будто этот шкаф 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 какой-то места и назад какие-то снарядов есть у кого так назад 8 километров это нам надо 25 а у кума т92 сколько пробоя спрашивать 300 но он будет на 607 сражаться так что не так уж и страшно до 200 но тут снарядный друг не такой кумулятив и сзади такая дверка очень быстро поэтому кстати говорил да то что 46 кумулятива добавили 210 миллиметра 210 да тут кумулятив такой как мы и сушки короче то есть не оперенный а вот обычная все годом пил 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 ясно тоже снять игру добавили покажи теперь экономики autres чуть-чуть little genius спрашивают что означает заметно тартаки кто не знают типа насколько там будут светиться или не судо то да вот это же пока никто не разобрался до там вот есть 90 процентов 102 процента 128 процентов я такой кому фляж еще будет влиять у этого члена экипажа так себя прикольно и бы к короче ты убиваешь если водителя и заряжающего ту же ты можешь убить вынести быка нормально ячетку радиатор двигатель это как это фляжка внешне покажи его без брони без пациентки то есть лягушка я сейчас пробую сделать назад прикольно ездить 46 километров ну да укладочка такая не кислая шахи шахид шахид набор набор шахида как раз назад назад он ездит как сатана вообще да и скорость кстати набирает хорошо вот я только поехал уже почти сороке 47 то есть можем задом ездить каким-то поедешь и развернулся и противника и едешь за там вот просто зато есть 45 километров спокойно ты делаешь протка полицейский разворот и просто там с вертухи там бух раздаешь в щи передом он также быстрее передом он также есть сколько 47 но ты он не прокачан ты прокачаешь уже быстрее будет ездить ну-ка и спам нажми на мое имя в чате может быть ты как-то там можешь выставить а то у меня красного отображаешься ну это неважно они все разноцветные что такое пишет тайм-аут юзер а то время описаться мыс я где-то есть добавить модератор что посмотрю но тоже такая я не знаю но помню вот если в аркаде играть не знаю мне вот тут их больше мне кажется и книг чем вот это я фиг его знатур я к тиграм если уж мне для чего ввели эти фигни с реактивными ракетами эти фигни с реактивными ракетами ввели чтобы было куда тратить деньги как эксклюзивная модель чтобы почувствовать себя особенным уезжаешь на чебурашке такой на ней кстати вот я пробовал по ней как-то ну непонятно как этими ракетами стрелять ну это такая же кривая хрень как у колиопа у колиопа кстати быстрее ракеты летят у этого дольше ракеты летят медленнее не знаю мне вот это птэха как-то не особо впечатливы из того что то что добавится мне вот интересно конечно более страшно этот ладно давай пока это вот т25 в принципе нормально ну а такая большая да кстати профиль низкий но она сама такая габаритная ну да да вот т25 как бы да можно будет ну выкачи то я все выкачи понятно что на нем можно играть на 60 немцев че ау еще же эту фигуру виновую добавили по т76 тоже сколько у него 5 и 7 бр стоковый у него под калибер строговый каморный а и вот это тоже штуки коммунитив бот на 200 пробоя а че такое то такое то давай его забаним да и все вот если она плавать бот по джунглям не будет она плавать уплыв такой на остров они сказали что она плавать не будет или по этой на восточной европе там свалился в реку там и по и по и по грёб вез ее это будет самый медленный крепкий танк ну да у него брони вообще нет 13 миллиметров его из кпвт его можно убить можно заколбасить а у него даже башни 15 миллиметров я не понял за каким хрином плаваешь это бесполезно плюс у него еще три члена экипажа всего то есть это вообще грусть 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 печаль заряжающий командир водитель че еще тут добавили а кстати добавили фенш или пулемет а слышь опи юзер надо помочь вот че ты говорил опи юзер че че это ну вот как сделать модерн опи юзер да ну давай вот эти оп ну да печальная штука конечно это пт95 или как она там а вот добавил че то ас че то модератор во все воу да у тебя появился щит этот все понял интересно я его не вижу зелененький у тебя появился щит такой ну ладно будем верить меч не щит меч не щит а меч так я хотел посмотреть у да да там доктора психа так пробный выезд и у хеншеля пулемета добавили вот это вот здорово конечно так надо заигнорить этого буйного там можно да там как то че то игнорировать не пулеметы клево на ком еще не было пулеметов на м-46 на м-46 на м-47 так а посмотри ну скоро стрельный такой это м-34 да кто пулемет да 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 не знаю сейчас посмотрю не пулемет прикольненький о тоже есть подсвечиваться еще так здорово раньше вроде такого не было на ягде сейчас посмотрим не ну теперь хоть можно заборочки сшибать когда хоть там кумулятивами стреляешь ну на м-46 значит тоже добавили а ну вот да пулемет какой-то м-1919 а4 5000 боезапас на м-46 то же самое а ну такой же короче этот пулемет как на першинке так да ягд а ягдигра а на ягдигра тоже добавили м-34 какой-то такой же как на хеншель на парше на парше фердинанда только не добавим но не увидайте не обогрева никогда на но но ясно ясно ну небольшой конечно это не кпвт а вооо ягдигра тоже прикольно ягдигра тоже есть да угу отлично ну хоть что-то можно там сбивать даже вы рыбы пострелять по цели например то есть раньше же было бы вообще там едешь какой там 47 не знаешь там труп не труп уже хоть проверять теперь это какая-то штука превышение что за превышение непонятно чат какой-то тоже непонятный не вот это конечно прикольный бот черный принц который черный принц который а это толстая хреново да он хоть и бот и ездить хреново но он такой довольно таки а не погоди непонятно тут у него тут дырка такая короче у него в борту то есть он был как бы не наглядываться то есть получается что то есть места будут где наглядываться да то есть вот это как бы или нет непонятно короче не у него бот борт ну скажем 100 миллиметров не сплошной да 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 тут этот дырка в борту ясно то есть вот этой вот этим как бы фальш бортом то есть он будет перекрываться все равно у него все равно у него все равно оно по лучшему целиться для 6 и 3 150 литл дженнин спрашивает а что выкатили британца да да 4 танка 4 танка да маленький одного шермана одну по теклу тоже не с того у него табуретка вот такая табуретка вот такая табуретка 40 миллиметров то ну а бывает на нем можно будет наверное на гусли принимать дамаг не знаю каком десятый то есть такая же хреновина второго башка не грузится шерман у него шерман смотрится красиво крайне мере вот на него приближаешь и видишь прямо как ну что металлический ну и вот черный принц вот этот мм-60 вообще офигительно вот с тем камуфляжем который ты говоришь он хреновый там красный такой был у меня стоял он смотрится прикольно так дел розы к а вот тоже дальномер качать надо вот так квалификация тоже 800 крыше упрямленной техники получается еще на 600 очков больше чтобы особо не было от прямо эйфории но странно это ну да кстати м-103 смотрится как то вообще хреново ну такой какой то мульноватый нету вот такой вот резкости как на вот м-60 открываешь у него прямо все четко все детали прорисованы то есть четкость ну контрастность м-103 моделька старая м-103 не ему не хватает чего-то вот именно вот вот ему не хватает немножко четкости там или контрастности добавить и он будет нормально выглядеть то есть вот эти вот детальки даже всякие ушки вот эти то есть там еще что то есть они не контрастные какие-то все м-60 вообще офигительно смотрится прям вот все детально все четко видно ну да есть такое дело так вот что вы кстати добавили повторы что то там можно какую-то там подсветку союзных маркеров читать смотреть в повторе что то я ничего такого не могу нашел сейчас через 4 минуты закроется ну да ну так я уже все посмотрел что хотели есть плюсы есть минусы карты мне вот понравились карпаты вот как отображаться карты понравилось красивый арен красивый берлин смотрится все это красиво сталинград польшу еще в прошлый раз смотрел тоже прикольно все дело кстати вот можно на польшу сходить так я разбонял этого доктора психа нашел наконец-то команду вот смотри кстати польша сейчас тоже пока как все видно там круто с ней так маздо кстати там что-то говорили хотят переделать какие-то поселения на польше говорили что добавят а я видно хотел когда вот это вот а забанить да то есть и видно это в чате в чате кто-то написал наверно и он этот ну поднялся да я как раз нажал в этот момент а это как грица первые пробный а кстати его изменили я в прошлый раз летал она только другая карта была то есть вот этого тумана не будет все четко не самолет тоже прикольного ты отображение все четко так деревьев он меньше стагна на другом берегу а у самолета же перегрузки еще сделали вроде как в прошлый раз вот я смотрел немножко по-другому все да по-моему мне меньше по-моему так же я не знаю сейчас вроде как бы по-другому в прошлый раз вот я смотрел немножко по-другому все на нормандии что это тоже пустого говорят меньше то нет вот этих на крыму вот этих причагов не было раньше сейчас добавили может столько же в прошлый раз мне показалось что меньше так на нормальный посмотреть а все закончились гейм-овер до 2 часа уже не посмотреть ну ка если мой а ну да все все всем спасибо кто смотрел приходите к нам еще а